Детский сад 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 храма Сергия Яценко сердечно благодарит всех тех, кто внес свой вклад в то, чтобы реализовать задуманное в год 70-летие со дня священия храма. Ведь это на самом-то деле немалые материальные средства тех людей, которые живут в поселке Каменоломни и одного из человека, который изъявил желание, будучи находясь в Москве, тоже помочь нам для того, чтобы мы могли осуществить это дело. Настоятель храма с трепетом относится к каждой детали. Фоны под изображениями, орнаменты, декоративное обрамление изображений святых и фигурных композиций выполнены по его задумке. Над росписью образов трудились опытные профессионалы со специализированным образованием. Это труд мастеров из города Волгодонска. Почти три недели потребовалось, чтобы завершить работы по росписи образов. Работали в соборе Рождества Христова в Волгодонске. Участвовали в росписи алтаря и трапезную при храме Рождества Христова. В каждый проект душу вкладываем. Роспись икон – дело кропотливое, требующее определенных знаний и изучения традиции христианской живописи. Храмовая роспись носит образовательный характер и возникла, как один из способов передать евангельское учение. Сюзанна Петросянс, Валерий Цыганков, телекомпания «Видеотон ТВ» специально для программы «Время местное». Память о сыне. Более 20 лет в Донецке проводится состязание имени Юрия Лабага. Их учредителем стала мама ушедшего из жизни спортсмена. А несколько лет назад соревнования вышли на международный уровень. Осенний легкоатлетический пробег памяти юного спортсмена, воспитанника спортивной школы номер один Юрия Лабага, прошел на городском стадионе Донецка. В этом году соревнования состоялись 22-й раз. Традиционно главными инициаторами проведения мероприятия выступили мама Юры, Светлана Брониславовна Лабага, а также его друзья и тренеры спортивных школ города. Воскресным утром на беговой дорожке собрались более 250 участников соревнований. Также юных спортсменов пришли поддержать болельщики. Кроме воспитанников Донецкой школы, на соревнования прибыли ребята из Каменской, Шахтинского, Гукова и Луганской народной республики. Всегда хорошо, радушно встречают нас здесь. Старт очень хороший. Вроде как спортивный, но он как семейный получается. Главным судьей соревнований стал тренер спортивной школы номер один Наталья Чепурко. Перед стартом пробега мальчишкам и девчонкам рассказали о том, каким Юра был жизнерадостным и веселым юношей. Хорошо учился в школе и по-настоящему умел дружить. Юрий Лабага является моим учеником 80-го года рождения. Ходил в 90-х годах в спортивную школу к нам. Занимался легкой атлетикой, бегом на средней дистанции. Как спортсмен он высоких вершин не достиг, но он отличал его всегда дисциплина хорошая, пунктуальность, порядочность. Всегда был жизнерадостным. Выезжал даже на областные соревнования. На протяжении нескольких часов юные спортсмены соревновались на звание чемпионов пробега. Самое главное, что все участники получили невероятные эмоции и позитивный заряд энергии. Ну, я уже не раз принимал участие, уже девятый раз на этих соревнованиях. Соревнования самые такие мои любимые. Мне очень нравятся эти соревнования. Тут различные призы, такая конкуренция, соревновательный дух. Победители и призеры соревнований были отмечены памятными призами, медалями и грамотами, которые предоставили друзья Юрия и его мама. Кроме того, абсолютно все участники соревнований получили сладкие призы. Алексей Масленников специально для программы «Время местное». Сальск стал местом притяжения боксеров. Шестой год подряд здесь проходит открытый областной турнир среди юношей, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел. 150 боксеров из семи регионов страны и дружественной Армении прибыли на соревнования. Среди них есть и парни, добившиеся победы на первенстве области страны. Почетный гость турнира, заслуженный тренер России, воспитавший не одно поколение боксеров мирового уровня Александр Черноиванов. В составе нашей сборной 10 ребят. Чтобы хорошо подготовиться к турниру, ездили на матчевые встречи в соседние районы, сражались на ринге в Абхазии. Артем Великоцкий сейчас выходит на поединок. Стаж занятий боксом 3 года. Он провел 27 боев, в трех потерпел поражение. На счету Камала Бекирова из Калмыкии 4 поединка и 2 победы за год тренировок. Артем в первом раунде послал соперника в нокдаун. После 10 секунд тот не смог продолжить бой. Как бы неопытный. И первый, и второй. Надеюсь, в финале будет соперник получше. Сразу за Великоцким идет его ровесник, 12-летний Георгий Задворных. Боксирует 3 года, провел 25 боев, 23-х одержал победу. Ростовчанин оказал ему серьезное сопротивление, тоже на ринге не новичок. Гера мужественно отбоксировал 3 раунда, вышел победителем. Оценим его в средний балл. Почему? Потому что не самая лучшая работа. Тяжелый бой, подрался хорошо, показал характер. Достойный. Соперник был достойный. Накануне и Артем, и Георгий провели бои с боксерами из Ростова и Ешалты. Оба одержали победу. Больше в весовой категории 40 килограммов лидеров нет. Так что сальчанам придется бороться за золото в финальном поединке. Это первые, можно сказать, серьезные соревнования у юноши младшего возраста. Мы смотрим, и руководство федерации бокса просматривает перспективных ребят. Турнир может стать толчком для дальнейшего роста спортсмена. Если будут упорно тренироваться, работать с полной отдачей на ринге. Сальчанские боксеры всегда отличались, прежде всего, хорошей техникой. Почему? Потому что я помню, как Казин боксировал, кто его тренировал. Свои знания и опыт Халилов передают воспитанникам. Уверен, они его не подведут, заработают победные места на областном турнире. Галина Соколова, Артем Мирошников. Специально для программы «Время местное». А в Печенокопском опять играли в футбол. Теперь на Кубок газеты «Колос». 53-й турнир по мини-футболу на Кубок газеты «Колос» прошел на базе детско-юношеского спортивного комплекса. Это значит, что это из замечательной традиции, спортивной, 53 года. Менялось государственное устройство, сменилось не одно поколение людей, а наш Кубок был, есть и, надеемся, будет. Мы благодарны коллективу ветеранов, которые сохранили для нас эту традицию, и мы с честью ее несем дальше. В нашей области и до войны, и после войны регулярно проводился и проводится розыгрыш Кубка областной газеты «Молот». А, соответственно, в районах проводились Кубки розыгрышей районных газет. Дальше по Кубковой лестнице, вплоть до финала. Футбол жив и розыгрыш Кубка районной газеты «Колос» тоже, чему я очень рад. В турнире приняли участие четыре команды из сел нашего района, которые играли по круговой системе. Для некоторых футболистов Кубок «Колоса» стал по праву традиционным. Турнир для меня очень интересный, как бы и для себя все-таки какие-то соревнования крупные, возможности что-то выиграть всегда мотивирует. По накалу борьбы все матчи проходили азартно и результативно, но, как и в любом виде спорта, всегда побеждает сильнейший. В этом году сильнейшими оказались футболисты команды «Николаевка-1». Второе и третье место между собой разделили команды из Пищенокопского и футбольный клуб «Родина» из Богородицкого. Победители получили кубки и медали, а также денежные призы от редакции газеты «Колос». Алексей Якунин, Евгений Трачук. Специально для программы «Время местное». Театр народный, зал обновленный. В малом зале Красносулинского дворца культуры закончен ремонт. Обновление малого зала районного дворца культуры завершено. Совсем недавно были сделаны финальные штрихи в виде свеженьких и максимально удобных кресел. Фойе главного театрального помоста Красного Сулина ремонт также не обошел стороной. «Мы рады, что наконец-таки наш театральный зал начинает функционировать. Подошел к концу капитальный ремонт, на который администрация Красносулинского района согласно смете выделила деньги. Купила прекрасные новые кресла, прекрасную новую одежду сцены. Также устанавливается новый свет на сцене». Администрация Красносулинского района с особенным трепетом и вниманием относится к отрасли культуры, вкладывая средства и укрепляя материальную базу учреждений данного типа. «И мы рады, что открываем новый театральный сезон в этом прекрасном зале. Сумма, я по смете только могу сказать, что 504 тысячи, точно не помню сумму. Это без кресел. Это там фойе ремонт, ремонт зала». Последний раз масштабные строительные работы подобного характера проводились в малом зале более 20 лет назад. Именно поэтому это огромное событие для местных актеров и ценителей театрального искусства, уверен Анатолий Фиалкин. «Зал ремонтировали с момента, когда он вступил и стал функционировать. И все. После того только были небольшие ремонты». При обретении новых комфортабельных кресел непосредственное участие принял заместитель председателя законодательного собрания Сергей Михалев, выделив более 800 тысяч рублей. Леонид Сухенко, Николай Панарин, Андрей Колотовкин. Специально для программы «Время местное». На сегодня это все. Мы желаем вам только хороших новостей, о которых с удовольствием расскажем в нашей следующей программе. Кстати, теперь новый выпуск нашей передачи выходит не один раз, а дважды в неделю. Во вторник и четверг в 19.45. Время местное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова